Звук, который извлекается правой рукой, чтобы это были просто не какие-то дежурные удары. Вот это, наверное, одна из самых важных вещей, следить за тем, и левой рукой тоже вибрация. То есть очень важно, чтобы звук всегда оставался живой. Живой он становится за счет того, что идет все время работа со струной. То есть звук во многом зависит от атаки. А атака – это то, как медиатор встречается со струной, с какой скоростью, под каким углом. И это очень важно. Поэтому это так называемое, одним словом называется звукоизлечение. То есть вот оно в правой руке, и плюс, потом уже, когда нота звучит, уже дальше работает левая рука. Но левая рука, она может или вибрацию добавить просто, или, допустим, скольжение делать. Вот это и составляет звук. То, как медиатор встретился со струной, и то, как дальше левая рука управляет струной. Вот за счет этого и получается музыка. То, что если просто так зажимать здесь, а здесь барабань, то лучше тогда взять синтезатор. И там все и так будет одинаково и удобнее. А здесь на гитаре именно смысл в том, чтобы был все время контроль над струной. То есть нужно вот этот момент все время чувствовать и не забывать, что мы не просто вот ударяем, а мы издаем звук. И все это вот от правой руки идет. И вообще не обязательно медиатором играть, а можно играть пальцами. Очень хорошо. Так что вот этим не нужно пренебрегать игрой пальцами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Допустим, самые простые риффы. Вот это рок песня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот. Можно начинать вот с таких несложных риффов. Потом там переходить на какие-то более быстрые риффы, скажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так что все постепенно. Начинаю с более простых, и потом на более быстрые. Ну и, конечно, для этой техники, для быстрой игры, просто занятие. Вот все время там можно вот такие примитивные просто по одной струне, по другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот так вот. Очень-очень долго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый день, да. По несколько часов. Но, наверное, так нужно начинать. Иначе этого штриха не будет. Вот он появляется только от количества повторений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тот самый, так называемый, сильный удар, который с опорой, который основным является. Потом уже это не обязательно. Потом это может быть сразу по нескольким струнам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот ему как раз хорошо репетировать, когда вот каждый удар он упирается на следующую струну. Это вот и создает правильное ощущение правой руки. То есть правая рука, вот здесь она даже не опирается, а облокачивается, скажем так, легко на гитару, а упирается она именно на струну. Вот в этом весь смысл. Что упор вот здесь и на струну. Не здесь, вот ни в коем случае, не кисти. Кисть свободная всегда. Вот, а предплечье, оно чуть-чуть опирается. А вот упор на струну. И обязательно чувствовать нужно. И особенно левой рукой тоже ничего здесь передавливать не нужно. Потому что, допустим, у меня лады довольно высокие на гитаре. Если сильнее надавить, то просто будет завыситься звук. Потому что здесь очень легко нужно прикасаться левой рукой к струнам, не передавливать. А высокие лады, они создают возможность вот этой вот жизни, ноты, когда она уже... Мы взяли правой рукой, звук извлекли, дальше он живет за счет левой. Вот за счет того, что лады высокие... Ну, высокие это 1,35 миллиметра. Вполне достаточно. Для меня. Кому-то, может быть, нужно 1,4 десятых. Но не больше. Ну и при этом ширина 2,8. Вот. Для меня это вполне достаточно для того, чтобы палец совершенно спокойно здесь... Он живет, он не касается деревяшки. Не касается деревяшки, поэтому такая вибрация получается глубокая, какая угодно. То есть струна под контролем. Если лады вот штатные стоят, такие низкие для кантри-музыки, которые стоят обычно на штатных стартокастерах, то там, конечно, проблемы. Там уже вот так ты не покачаешь, потому что подушечка пальца начинает задевать за дерево. И вот эта свобода, она теряется. Хорошо. Давай теперь. Продолжение следует...